Добрый день Юлия, Юлия, спасибо, что уделили нам время и в этот небольшой перерыв мы сможем еще раз поговорить с вами, потому что прошло не так много времени со дня последнего вашего семинара и тема та же самая, переживания и утраты. И есть такой вопрос, что произошло в вашей жизни, в вашей работе, значимое, то, что может быть имеет отношение какое-то к теме нашего семинара, вообще что, как вы прожили это время и что может быть нового, интересного, полезного, можно бы нам сказать сейчас. Ну, в любом случае мы продолжаем работать, поэтому, конечно, из того нового, что появилось, у нас появились какие-то новые примеры, новые случаи. И мне кажется, что в этот семинар мы пронесли больше обобщений, потому что семинар, в принципе, способствует тому, чтобы ты, излагая какую-то свою идею или какую-то мысль, иллюстрировал и обобщал при этом все. Мне кажется, что мы, видимо, вот этим достаточно много занимались в промежутке между семинарами. И в этот семинар это были не просто какие-то, вот знаете, примеры, да, там было вот то, было это, а это вот некая попытка обобщить все в виде, или, ну, типовых случаев, наверное, не очень хорошо сказать, а вот каких-то вот закономерностей, которые мы увидели сами. Потом группа же, она вообще всегда способствует размышлениям, потому что люди задают вопросы, люди разные, из разных приходят мест, и волей-неволей потом ты дорабатываешь это, потому что люди что-то дорабатывают потом, звонят, говорят, что вот дальше что-то пошло осталось после семинара, ну, и мы туда же мы тоже дорабатываем, потому что нам были заданы вопросы, как-то вот, и у нас все это после семинара укладывалось и дополнялось, да? Да, ну, я могу только в продолжение Юлина сказать, что так как мы знали, что будет второй семинар, то вот это время, ну, как-то мы обдумывали, как, например, сделать его оптимальным для слушателей, для того, чтобы это не просто, да, начитка какой-то теории, не просто вот обмен опытом у нас вот так, у вас вот так, а именно некая помощь в понимании, как этот инструмент, который мы предлагаем, да, как его можно использовать, и как мы его, да, пример не просто вот у меня был случай, да, а как мы работали вот сюда, как конкретным случаем использовать те знания, которые мы предлагаем слушателям, да, те навыки. И вот в этом плане, где-то время, оно как раз было такое, наверное, рефлексивое. Было важно понять, вы на самом деле более внимательны к своей, что ли, да, работе? Ну, да. Как мы это, да, из каких мы предпосылок действуем вот с теми или иными клиентами, это очень полезно, потому что преподавание на такую ответственность налагает, если ты что-то людям несёшь, ну, наверное, есть смысл иногда смотреть на самого себя и понимать, а ты вообще, как ты это используешь, используешь ли это, и если, что следует поменять, чтобы было, например, более полезным, более интересным. Ну, и новые темы какие-то появились, потому что, видите, мы оказались ещё и территориально рядом, организация наша территориально рядом, на несколько случаев были, как бы, общих клиентов, ну, общих, как правильно назвать, просто вот общих людей, которые обратились в роддом по счастливому случаю, потому что готовятся к рождению второго ребёнка и при этом имеют первого ребёнка, соответственно, с нарушением включенной в систему детского хосписа. И вот, как бы, вот эта необходимость совмещения подходов и сопровождения одной семьи, она, в общем, тоже способствует какому-то. Вот, вы сказали, что появились какие-то новые темы, если можно подробнее. Вот я сейчас, да, работаю в проектах Института раннего вмешательства, как раз по сопровождению детей раннего возраста с нарушениями. И там у родителей, в общем-то, есть запросы, у моих коллег есть запрос на работу, как раз переживания внутри, как в случае рождения ребёнка с нарушениями, так в случае, например, если была гибель ребёнка, то есть здесь я могу и к Юле на мой опыту обращаться. То есть всё, что как-то у нас пересечения, да, возникают от рождения до смерти, вот как-то эта тематика, и у Юли, и у меня сейчас в большей степени стало в профессиональной деятельности выражено. Ну да, пожалуй, это. Ну, в прошлом интервью вы говорили, и мы этому радовались, что состоялся такой тандем, и вы впервые проводили вместе семинар. Вот сейчас прошло время, вы проводите уже второй семинар, как вы себя чувствуете в вашей паре, и что-то меняется? Будете ли, есть ли у вас планы как-то вместе дальше сотрудничать и проводить семинары вот в таком составе, в котором вы сейчас проводите? Да, есть, наверное, у нас. Если будет какая-то тема, да, которая нам обеим, да, будет что сказать. Ну, это если что-то новое. Да, что-то новое. Что касается этой, да, мы бы её продолжили, но видите, вот действительно получается, что с течением времени у нас всё больше стыковок в этой перинатальной тематике оказывается, то есть в более каком-то узком, наверное, ключе, да, семейном какой-то. Да, раннего возраста, семейный. Потому что в моей практике стали сейчас как-то больше, ну, опять-таки, так получилось, что стало больше случаев рождения детей недоношенных, соответственно, вот я с этим имею дело тоже. Ну, то есть я с этим, да? Ну, да, Юлина поздняя, я на более ранних сроках, как адаптаться к первому периоду Юлина поздних сроках, Юлина более поздних сроках, когда уже это сопровождение семей, уже находящихся дома и имеющих дело с соответствующими там проблемами и диагнозами. Если касается там о увидении семинара, наверное, нам просто полегче стало к самой структуре относиться, потому что мы, в общем, лучше уже, да, понимаем, кто как, да, кто как, кто что делает, да, кто за что отвечает, кто когда молчит, кто когда говорит. И легче меняем структуру в зависимости от групп, да, если бы первый семинар был гораздо более важен, например, весь материал отдать, вот, ну, было не очень, ну, было важно посмотреть, как вообще протекает этот процесс освоения, а сейчас мы уже видим по группе, то есть мы легче отказываемся от какого-то материала, от одного материала в пользу другого, просто уже скорее ориентируясь не друг даже на друга, да, ориентируясь на группу. Ну, просто. Ну, группа, все рожают. Не притиркой там заняты, а скорее вот этим больше групповым процессом. И какие приоритеты на этом семинаре у вас произошли, ну, какая может быть тема более востребованная и более глубоко вами прорабатывается? Я думаю, что, наверное, тема, в принципе, даже не тема, а скорее организационный момент, когда мы больше времени даем людям говорить, то есть мы больше времени стали уделять обсуждению, необходимости проговаривания того отчета, того, что вот мы только что узнали, прочитали. То есть мы вот-вот, мне кажется, что мы этому стали больше внимания уделять, да? То есть не количеством, как бы, а вот качеством работы с материалом. С самой группой. Потому что какие-то вещи участники сами, да, начинают проговаривать, без наших каких-то вот активных посылов. И если говорить об этой группе, вот, ну, об отличиях, да, то здесь как-то очень актуален был вопрос возможности вообще на эти темы разговаривать. Потому что были участники, которые как раз, для которых было важно, что можно обсуждать, можно разговаривать на темы, на темы такие табуированные достаточно. Тяжелые. Смерть, эвтаназия, да, выбор. Ну, вот мы напрямую об этом не говорим, но в каких-то там обсуждениях это всплывает, да, что будет после размышления о том, о вере, о концепциях загробленной жизни, да, жизни после смерти. И об этом говорят, и видно, что, ну, это людей трогает, говорят, и люди говорят о том, что они все чувствуют в безопасности. Ну, потому что, ну, и группа, и группа хорошая, и как и предыдущая группа, так и эта группа, как-то подбираются, видимо, люди, которые вот интересуются этой тематикой, очень корректно себя ведущие по отношению к другой точке зрения или к другому взгляду. Ну, потому что действительно все по-разному, и каждый, кто высказывается, видно, что люди не боятся говорить о том, что, а вот мне вообще по-другому, вот я как-то так мыслю на эту тему. Мне кажется, что это очень важно вообще. Практическая работа много, потому что, когда мы понимаем, что клиент к нам приходит с какой-то другой картиной мира, другими представлениями о том, как это, и здесь можно, да, вообще пообсуждать, а как это вообще бывает у других. И говорить на такие, ну, сложные достаточно темы, редко-редко обсуждаемые в реальной жизни. Ну, и в итоге-то получается тоже, вы помнишь, несколько человек говорили о том, что я стал задумываться об этом, и вообще никогда об этом не думала. То есть мы просто цепляем, ну, волей-неволей, ну, волей скорее, потому что у нас задача такая стоит. Мировоззренческая. И какие-то вещи, на которые действительно вот так вот просто дома не сядешь и не будешь сидеть и задумываться о смысле страдания, о смысле жизни, о том, а что после смерти, а как близки. А здесь создано пространство, в котором на эту тему думать надо и безопасно. И многие вчера говорили, да, что оказывается с этим можно жить. То есть вот с этой темой можно вступать в контакт и, в общем, нормально существовать, понимая, что да, это есть. И работать с этим. И работать с этим можно, не заваливаясь никуда. Как раз таки, да, в семинарии хотели, да, развеивать такой миф о том, что работать с утраты, это вот катастрофа. Это катастрофа, да, 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 что это невозможно. Это приводит к скорейшему выгоранию, что на самом деле с этой темой можно работать. И, да, она тяжелая, но она вполне, она доступна для специалистов, она не разрушает так, как это иногда вот кажется. Тут скорее важно, насколько человек готов туда идти. Готов работать над собой, потому что она как раз требует большой такой работы. Ну, наверное, как любая работа, в общем, в помогающих профессиях подразумевает большую и постоянную работу над самим собой. А не техники, да, то есть, кстати. А не, да, а не номер техники. Ну, это же обычный запрос, да, то есть, если вы нам даете какую-то тему, работу... Скажите, как, скажите, как, скажите, как работать. Мы вот начинаемся узнать, как вы хотите с этим работать. Да, больше этих вопросов не умерли, между прочим, да. Вопросы, не задают сейчас уже, вот, вопросы, скажите, как, вот сейчас не задают как-то, видимо, все-таки как-то по-другому стали себя вести, не знаю. Ну, да. Вот я тоже смотрю программу, и вот сегодня у вас есть такая тема «Духовное развитие как внутренняя работа». Да. Скажите, пожалуйста, уже вы немножко затронули эту сторону, да, работы? Ну, чуть-чуть. С утратой вот в нашем разговоре. Ну, хотелось бы более подробно, если можно, да, сказать вот об этом аспекте работы с утратой о духовном. Ну, мы здесь скорее, когда говорили о духовном развитии, мы говорили о тех эффектах, которые обычно возникают, когда человек переживает утрату на достаточно серьезном, глубоком уровне, и пытаясь решить для себя как раз вот эти смысловые вопросы, смыслы жизни, ухода близкого человека, смерти вообще, ответственности. То есть вот и духовное развитие, мы здесь как бы понимаем, как вот этот поиск себя в решении этих проблем, попытку создать для себя на осужденном уровне, создать для себя ту концепцию, с которой можно жить, и с помощью которой можно проживать разные жизненные события. Не обязательно тяжелые просто вопросы. В принципе, проживать значимые жизненные события и по-другому к ним относиться. Не таким образом, чтобы они не разрешали, а чтобы они дополняли жизненные опыты, чтобы у человека была возможность с этими событиями делать. Наверное, вот так. Ну, мы сейчас еще, наверное, только сейчас, да, вот как-то так вступаем в знакомство с этой темой. Ну, и она очень тонкая еще в связи с тем, что это не всегда поле для работы психолога. То есть это не то, что мы говорим, что вы как психологи должны этим заниматься. Это совершенно уже не работа психолога, и эта работа вообще, как правило, проходит уже после острого. Далеко после острого периода это то, что люди сами делают. Но понимание того, куда люди идут дальше, и что дальше происходит, очень много за рамками компетентности психологов. Мне кажется, что очень важно. Вот поэтому мы на эту тему говорим. Скажите, вы как специалисты, как психологи в вашем личном опыте даете своим клиентам вот это направление взгляд? То есть направляете взгляд в сторону духовного развития, в сторону поиска ответов не в области науки, в области духовной жизни, или это все-таки остается за рамками вашей работы? Мы все-таки работаем скорее в первые периоды после смерти. Поэтому сложно сказать, насколько человек еще готов к тому, чтобы совершать какой-то... Насколько мы как специалисты вообще имеем право в эти моменты о каком-то духовном развитии рекомендовать, не знаю, и так далее. Вести речь просто потому, что у человека еще другие задачи совершенно. А если об этом возникает у самого человека желание поговорить через несколько лет, то опять-таки важно, чтобы тот же психолог мог на эту тему какую-то свою, если его там есть у клиента потребно, что-то свое мог сказать. Или опять-таки соприкоснуться с этим опытом, потому что мы духовность не привязываем к реализации, или к религиозности, да, или там к отношению к какой-то конкретной религии. Это скорее вот какое-то общее желание человека, да, свойственное к нам как людям, как виду. Задумываться над вопросами, да, откуда я, зачем я здесь, в какой смысл моего существования. И дать клиенту возможность, да, пространство для этих разговоров, да, для этих мыслей, для поиска вопросов. Ну, это может быть как одна из таких задач консультирования. Ну, у меня это тоже возникает, когда возвращаются, конечно, в основном люди, потому что, видите, действительно, если говорить о работе с тяжелыми переживаниями, то они, то действительно, я точно так же, как и Юля, оказываюсь в острый период, пока вот женщина в родильном доме находится, вот в острый период, я с ней имею дело. А такие вопросы, конечно, возникают иногда спустя какое-то время, и действительно тут важно, важно, важно и, да, быть готовой к этому, и иметь свою точку зрения для себя, не для трансляции кому-то, а чувствовать, что ты-то стоишь, ну, во всяком случае, в данный, в свой пережизненный период, ты крепко стоишь на земле, и тебе не страшно про это говорить. И ты, ну, достаточно проработан, чтобы уважать право другого человека на свой личный путь в этом поиске, то есть нет необходимости куда-то уводить, настаивать, но ты говоришь, да, действительно, это очень важно найти что-то свое, что-то личное, и это нормально. Это здорово. Да, это хорошо, когда возникает такое направление и такая потребность, потому что это значит, что человек выходит в гораздо более широкий контекст, он уже не находится внутри ситуации, он не находится вот в поле переживания этой ситуации, он не выходит на темы, связанные со всей жизнью своей и вот с какими-то общечеловеческими закономерностями и ценностями. Пожалуй, так. И еще один вопрос, наверное, последний, да, здесь у вас тоже очень такая сложная тема, которая касается детей, то есть вот особенности восприятия смерти детьми, подростками, ну, даже просто сочетание этих слов, смерть и дети, это совершенно, это то, что внутри поднимает какую-то бурю. Вот несколько слов на эту тему. Твою, наверное, да, по большей части. Это общее. Наверное, да. Если говорить, да, конкретно про семинар, то мы здесь скорее давали некие, да, возрастные особенности, особенности работы, да, с детьми, которые либо сами пережили утрату, или находятся в ситуации тяжелого заболевания, или это братья и сестры ребенка, который тяжело болен или умер. И вот это как бы общепсихологические какие-то закономерности, да, как поговорить, как диагностировать, переживая, да, ребенок, насколько он сильно переживает, как помочь родителям, потому что основная проблема в этой ситуации возникает, конечно, у родителей, которые свое отношение к утрате близкого, да, свое отношение к смерти, свой страх, свою боль, очень часто транслирует и интерпретирует, что ребенок может испытывать вот те же самые по интенсивности, да, по содержанию, по травматичности чувства. Это не всегда так, да, и тут скорее мы очень много говорим о важности, если мы работаем, да, с семьей, если мы работаем с парой, если мы работаем, там, с ребенком, с родителем, важности диалога между ними, да, важности того, чтобы специалист помог людям развернуться вообще в этой тяжелой ситуации, не переживать каждый сам по себе, да. А специалист между ними там. А специалист между ними осуществляет какое-то там... посредничество, а прикоснуться к этому опыту вместе, потому что колоссальный ресурс, колоссальная поддержка – это, конечно, в первую очередь семья. И если семья находит силы и объединяется, да, и она становится, действительно, вот там еще сильнее виден этот рост, еще более явно, четко и видно выход совершенно на иной уровень отношений внутри семьи, даже переживший очень тяжелое событие, например, там, утрат у ребенка. И вот скорее, да, об этом, о том, что специалист... чтобы специалист обращал на это внимание, на то, что ресурс, вот он у них есть, они есть у друг друга, и это очень значимо, очень важно. Спасибо. Как всегда, времени не хватает, и я помню, что мы разговаривали с вами в предыдущий раз, и было ощущение вот как бы неполноты, недосказанности, и у меня это ощущение не пропало, и хочется еще задавать вопросы, но я думаю, что, наверное, это надо посетить ваш семинар, может быть, если у вас отпадет. Огромное вам спасибо. Спасибо. Я желаю вам сегодня хорошего, такого на оптимистичной ноте окончания этого семинара. Спасибо. Надеюсь, что эта встреча не последняя, будут еще другие. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...